В этом небольшом ангаре на окраине Ворсма идет непрерывный и полностью автоматизированный процесс. Грязная вода из канализации проходит через резервуары, доходит до состояния кристальной частоты. В сутки более двух с половиной тысяч кубометров. А вот как выглядели эти очистные сооружения в июле прошлого года. Большие, устаревшие, не способные полностью справиться со своей функцией. В Ворсме технологическая очистка практически не велась. Да, очистные работали, но они не соответствовали нормативу. И практически, можно сказать, сточные воды, ну не скажу, что напрямую, но практически напрямую сбрасывались в реку. Сейчас эта цепочка полностью исключена, она полностью замкнута на очистку всех сточных вод, поступающих в данные населенные пункты. Цикл очистки начинается вот здесь. В металлические контейнеры попадают твердые отходы из канализационного стока. Это, например, огрызки от яблок, крупные камни, песок. В общем, все то, что не должно попадать в канализацию, но каким-то образом постоянно попадает. Уже дальше очищенная от этих твердых отходов, но еще, как мы видим, грязная и коричневая вода переходит на станцию биологической очистки. Здесь в дело вступают микроорганизмы. 8-12 видов самых различных бактерий будут чистить воду от вредного фосфора и азота. Вот это сердце станции биологической очистки сточных вод. Вот здесь происходит вторичное отстаивание и фильтрация сточных вод, уже биологически очищенных, от того ила, который я вам называл, который образуется из этих микроорганизмов. Этот ил позже можно использовать как компост в сельском хозяйстве. Вода же обеззараживается ультрафиолетом и абсолютно чисто идет через маленькие реки, в Волгу. Установить полностью автоматизированную станцию очистки удалось благодаря федеральному проекту оздоровления Волги и нацпроекту экология. Подобные станции есть еще в Калининградской области. Там они работают на очистку Балтийского моря. На сегодняшний день Павловский район, в том числе и город Ворсман, и жители города Ворсман получили изумительную по технологии станцию очистки сточных вод, которая позволит даже маленькую речку, которая здесь есть, превратить в нормальный, хороший водоем. Очищенная вода, но она изумительная. В этом году помимо постройки станции в районе сделали два канализационных коллектора, один из них в Есенцах. Сейчас работает и обслуживает примерно около двух тысяч населения. В планах подключения сюда тоже приезжающих сел, которые окружают поселок Есенцы. Ну и, соответственно, все это даст хороший эффект, потому что не будем реку Кишма загрязнять. Это очень будет благотворительно, благоприятно воздействовать на экологию нашего района, на здоровье наших детей, и, конечно же, нас. Потому что все мы, жители, очень любим наше озеро, мы любим там купаться, и мы очень рады, что теперь наша речка будет безопасной для здоровья наших детей и, конечно же, нас. На этом путь к чистой Волге не заканчивается. В ближайшем будущем в Павловском районе планируется реконструировать очистные сооружения в районном центре и построить в городе Горбатов. У нас на 2020 год изначально было выделено порядка двух миллиардов рублей, но мы понимали, что эта сумма недостаточна для комплексного решения проблемы с водоотведением. И, соответственно, правительство Нижегородской области выделило органам местного самоуправления субсидию на разработку проектно-сметной документации. В результате чего субсидию в размере 358 миллионов рублей, в результате чего было разработано 45 проектов объектов водоотведения. Вот, соответственно, мы планируем их также все направить на реализацию в Нижегородской области. Юлия Калинина, Ренат Битбаев. Время новостей. Юлия Калинина, Ренат Битбаев.